Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодняшний наш выпуск будет вестись из живого уголка Республиканского Центра Экологии и Краеведения. Здесь много интересных животных, птиц всевозможных, млекопитающих, присмыкающихся и так далее. Очень интересно не только детям, но и взрослым приглашаем всех к нам. Ну а сегодня мы поговорим с вами о грызунах, а именно об отпугивателях грызунов. Дело в том, что грызуны и мыши, и крысы, и зайцы, и всевозможные другие животные часто очень досаждают нам и в саду, и дома. И вот в интернете можно найти приложения для телефонов, для смартфонов, приложения, которые испускают специальный звук, который способен отпугивать различных животных. Они называются Anti-Mouse Repeller, Anti-Red Repeller, всевозможные отпугиватели. Если вы посмотрите в интернете, поищите, то есть их огромное количество. Ну, мне придется конкурировать за звук с моими соседями, всевозможными попугаями и птицами. Ну, ничего страшного, так еще интереснее. Проверим, будет ли этот отпугиватель беспокоить их. Итак, пользоваться этим приложением очень легко. Достаточно его запустить, нажать на On и полозочком выставить здесь необходимые килогерцы. Когда мы полозочком тянем вверх-вниз, здесь меняется частота звука. И вот это, по идее, тот самый ультразвук, который должны слышать животные, но не слышим мы. Нас он не беспокоит, а животных беспокоит. Ну что ж, вот эти замечательные песчанки, близкие родственники мышей и крыс, ну вот смотрите, они проявляют ко мне живой интерес. Но никакого дискомфорта по поводу того, что я им пускаю здесь какие-то звуки, которые им не нравятся, они совершенно не испытывают. Разве что какой-то интерес. На самом деле я часами здесь держал этот телефон смотреть, ну, среагируют они такие или нет. Нет, они совершенно нормально, не сбиваются в кучу, не меняется у них поведение, ничего не происходит. Они совершенно живут в своем нормальном режиме. Вот здесь вот у меня сбоку есть еще такая замечательная зверушка, которая называется Дегу. Она тоже грызун. Ну, тоже она никак не реагирует на присутствие вот этого звука. Ну, я им вообще под ухо эту штуку ставлю. А на самом деле ведь, если вы будете это использовать дома или где-то еще, то, естественно, что этот звук должен еще и распространяться. Ну, в общем, никакого толку от этого приложения нет. Здесь же у меня внизу хомяки, вокруг еще мышки, много всяких грызунов-животных, но ни одно из них не среагировало как-то отрицательно. Давайте посмотрим, может быть, среагируют более крупные животные, такие как кролик. Пойдемте посмотрим. Что ж, давайте испытаем это чудо техники еще и на вот этом замечательном кролике. Такой добрый, грызет капустку там. Ну, по-моему, никакого дискомфорта, кроме того, что косит на меня немножко подозрительно глазом. Что же я от него тут хочу? Никакого дискомфорта он от этого всего. Он, видите, ему только интересно. Может, я ему какой-то еды дам. Никакого дискомфорта он совершенно не испытывает. Что же, ни одно из приложений, которые мы испытали, а мы их испытали довольно много, не повлияло отрицательно на поведение наших животных. Они не испытывают никакого дискомфорта от включения этих приложений. Скажу больше, ни кошки, ни собаки также не реагировали на звуки, которые якобы должен издавать смартфон в ответ на наше желание отпугнуть кошку или собаку. Потому что такие приложения тоже есть. Дискомфорта они от них не испытывают. Они лишь испытывают дискомфорт на уровне тех звуков, которые слышим и мы. То есть такие очень высокие неприятные частоты. Но они, к сожалению, в равной степени отрицательно воздействуют и на человеческий организм. Поэтому использовать их совершенно не стоит. Разве что как способ отпугнуть, может быть, воров каких-нибудь, отдачи или что-то еще в этом роде. Но слышать их очень-очень неприятно. Что ж, я так подозреваю, что это связано с тем, что динамики смартфона в принципе не способны воспроизводить ультразвук. Вообще не способны воспроизводить. Потому что все-таки они сделаны для человеческого уха. И их технические возможности весьма и весьма ограничены. Но технические люди, люди, которые в этом понимают больше, разбираются больше, чем я, возможно, в комментариях дадут объяснение этому явлению, почему эти приложения не работают. А я призываю вас не покупаться на обещания, на рекламные обещания. Благо эти приложения бесплатные. Если их запустить 5 раз, 6 раза уже они платные. Ну а также бывают различные другие отпугиватели, разные технические решения, которые, к сожалению, зачастую тоже являются сомнительными. Что касается других способов отпугивания, у нас есть ролики о кротах в частности. Ну и будем обязательно испытывать и знакомить вас с результатами. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам процветания и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok